Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что, как и всегда, выходные прошли довольно неплохо. Вы смогли, по крайней мере, не растерять бодрое расположение духа и соответствующим позитивным настроем, которого зависит очень много в ремесле трейдера. С позитивным настроем, собственно, подошли к очередной пятидневке, когда мы с вами продолжаем следить за основными событиями, искать их подсказку для наших инвестиционных идей. Те, кто обращают внимание на макроэкономические релизы, уверены, что посмотрели на содержание экономического календаря и, наверное, уж точно не разочаровались, потому что, может быть, отчетов будет не так уж и много. В целом, нас ожидает несколько релизов по штатам. Это активность производственного сектора и сфера услуг ближе к концу недели. Также заказан товар длительного пользования. По европейской, собственно, статистике релизов будет еще меньше. Что касается британца, это, пожалуй, только отчет по ВВП, который будет в любом четверг. Но на это обращать внимание точно не стоит в плане статистики, и уж тем более не нужно расстраиваться фундаменталистов. Почему? Потому что на этой неделе состоится долгожданная встреча, симпозиум Джексон-Олли. Это мероприятие, которое имеет неимоверное влияние на поведение, на настроение трейдеров всего глобального рынка. Потому что это встреча руководителей региональных, крупнейших центральных банков, которая направлена на обсуждение действующих векторов монетарной политики, на объяснение, почему используются такие инструменты, к примеру, стимулирования, а не другие, и что, в принципе, с монетарной политикой будет дальше. В центре внимания трейдеров сейчас остается ФРС, и, разумеется, Европейский центральный банк. Вот в пятницу на этой неделе состоится в рамках выступления в Джексон-Олли собственно встреча с теми, кто интересуется монетарной политикой, драги, которые будут и в том числе отвечать на вопросы, и рассказывать свою субъективную точку зрения по поводу того, что может происходить с политикой дальше. Ну, я думаю, то, что это субъективная точка зрения, она, разумеется, тире объективная, потому что только драги решает, какая монетарная политика уместна для еврозоны с учетом тех отчетов, с учетом актуального состояния и, собственно, успеха в разрешении прежней проблемы, то есть проблемы с низкой инфляцией. Напомню, что как раз на встрече в Джексон-Олли в далеком 2014 году драги поделился теми запланированными инструментами и стимулами, которым он хотел прибегнуть, все вы понимаете, в той очереди программе количественного смягчения, для того, чтобы подстегнуть рост инфляции. Собственно, после того, как была проложена эта словесная дорожная карта, спустя, опять же, несколько месяцев после обстречи в Джексон-Олли, эти стимулы начали реализовываться в реальности. Мы к ним отчасти были готовы, поскольку уже тогда, в 2014 году, понимали то, что экономика валютного блока нуждается в нетрадиционных мерах стимулирования и, собственно, ставили на ослабление главного валютного риска. Сейчас, друзья, это событие имеет не меньшее влияние и не меньше, скажем, вот этот фокус, градус страстей, с которыми трейдеры подходят к этой пятнице, потому что до сих пор те, кто торгует европейской валютой, не могут найти ответ на простой вопрос. Будет ли все-таки Европейский центральный банк сворачивать программу количественного смягчения и постепенно разгонять процентные ставки? Либо экономические стимулы беспрецедентные, по-другому их назвать нельзя, которые уже, в принципе, привели к разрастанию баланса Европейского центрального банка больше, чем баланса федерализированной системы, будут ли эти стимулы действовать дальше? Поэтому я думаю, что не будет ошибкой, если мы охарактеризуем ожидания сейчас пятницы и уже, как следствие, реакцию трейдеров на выступление дорогих пятницу, как потенциальный переломный момент для европейской валюты. Либо евро получает достаточно топлива, чтобы расти и двигаться уже выше отметки 1.20, либо все пойдет в соответствии с нашим старым добрым раскладом, который гласит то, что евро должен стоить дешевле. Потому что европейская валюта, ориентируясь на действия Европейского центрального банка, будет и дальше находиться в тени все еще актуальных экономических стимулов. Достаточно посмотреть на индекс потребительских цен. Мы на прошлой неделе разбирали этот отчет. Вы помните, что статистика, ну, хуже некуда. И если драги каким-то чудом, я даже не хочу рассматривать такой сценарий, но если произойдет что-то невероятное и драги, сообщит о том, что программа количественного смягчения больше не нужна для экономики валютного блока, мне будет крайне интересно послушать, как она аргументирует эту точку зрения. Если на протяжении последних трех лет каждый раз мы слышим о том, что до тех пор, пока инфляция не нащупает, весомое основание для роста инфляционных ожиданий, без этих стимулов экономика не обойдется. Поэтому, друзья, если нет отчетов, в рамках этой недели не стоит расстраиваться, переживать нам будет, о чем с вами поговорить, тем более, что трейдеры сами сейчас начнут закладываться под изменения монетарных политик и под потенциальную риторику. Мы будем за ней следить, собственно, так же, как и делаем это всегда. И, ну, и, разумеется, продолжим искать подсказки для наших инфляционных идей. Про евро мы будем говорить. У нас достаточно времени еще до пятницы, собственно, так же, как и про другие активы. Но сначала, неделя только начинается, давайте освежим воспоминания и вспомним важные события прошлой недели по традиционному инструменту сырьевого рынка, по нефти. Клосс торговой системы пятницы 52.82. Все, что мы старательно выгребали с рынка в плане снижения, в пятницу было полностью нейтрализовано, и мы вернулись к верхней границе вот этого узкого коридора. И если вы сейчас сопоставите, опять же, 21 число у нас на календаре, текущие цены со всеми уровнями, на которых бренд котировался в конце еще прошлого месяца, цены и ни граммы не изменились. Как будто не было этого затяжного месяца и не было вот этих важных и интересных отчетов. Рынок нефти, видимо, нуждается в каком-то дополнительном инструменте. Либо хочет ввести в заблуждение большее количество игроков, которые тоже пока мечутся, и не могут, опять же, взвесить все за и против, чтобы точно убедиться именно в том, куда пойдет дальше нефть. Я надеюсь, друзья, то, что этот вопрос не совсем уместен для вас, потому что тот анализ, который мы проводим в рынке черного золота, уже давно, скажем, позволил вам оказаться на стороне продавцов и искать, как и раньше, те самые огромные моменты и возможности, чтобы ждать, когда же цены на нефть окажутся гораздо ниже текущих значений. И вот я выписал себе, собственно, сейчас поделюсь тот фундамент, с которым мы можем работать на текущий момент. Факторы против того, что рынок будет расти, то есть аргументы медвежьи, аргументы тех, кто могут и дальше ставить на ослабление нефтянки. Процент выполнения договоренности участников Миналитического пакта, как вы помните, сейчас ниже 70%. И что-то подсказывает мне, что будет дальше снижаться. Объемы добычи в рамках стран ближнего восточного картеля выросли больше, чем на 0,5% за прошлый месяц. И больше 250 тысяч, и текущая планка 33 миллиона баррелей в сутки. Очень много докладов было от Администрации энергетической информации. Они, в принципе, аналитики этого ведомства подтвердили и факт роста нефтедобычи в ОПЕК, и обозначили прогнозы по росту сланцевой добычи на уже предстоящий месяц, на сентябрь. Согласно последнему отчету, прогнозу Администрации энергетической информации, в сентябре, как вы помните, ожидается еще прирост. Плюс 117 тысяч до 6,5. По сути, миллионов баррелей в сутки по производству. Это сланцевые детьи, не учитывая традиционные способы разведывания. Соответственно, плюс 117 тысяч. Мы с вами проводили аналогию, насколько велика вероятность того, что Администрация энергетической информации снова попадет в точку. Прогнозы очень точные на протяжении всего года. Поэтому я не сомневаюсь, что сентябрь будет 9 месяц подряд, когда производство нефти исландцево будет расти. Также параллельно с этим докладом вышла статистика по увеличению количества скважин. Пусть они еще не видны в эксплуатацию, но это все равно потенциальные производственные мощности, которые являются таким же потенциальным, но уже, на мой взгляд, работающим признаком потенциального роста нефтедобычи в Штатах. И рост недельного уровня добычи в Штатах. Плюс 79 тысяч. Ну, здесь цифры уже говорят сами за себя, потому что плюс 79 тысяч при сохранении такой же, ну, хотя бы похожей динамики уже в последующие месяцы точно позволит нам выйти по производству нефти в США за показатели в 9,8. Сейчас уже свыше 9,5 миллионов баррелей в сутки. Поэтому неужели вот этих аргументов недостаточно, чтобы продолжать ставить на ослабление, собственно, котировок нефти? А вот теперь, что касается позитивного фундамента, который, кто-то считает, что и стал основной причиной роста котировок нефти, это статистика Бейкер-Кюс по количеству нефтерминалов. На позапрошлой неделе их число снизилось 768 за 763, то есть минус 5 штук. И еще новость, которая, может быть, для многих осталась незамеченной, но эта новость была, собственно, в пятницу, это пожар на одном из крупнейших техасских некоперабатывающих заводов, Диркпарк, который может, как инцидент, привести к, собственно, тому, что этот завод вынужден, собственно, приостановить деятельность на неопределенный период времени, хотя я думаю, что вряд ли больше, чем на две недели. Ну и, как следствие, запасы нефти продолжат, собственно, снижаться, это потенциальный фактор поддержки. Я не исключаю тот факт, что локально, может быть, да, это приведет к тому, что мы снова в рамках этой недели увидим то, что запасы нефти просядут уже восьмую неделю подряд, но у нас была похожая и прошлая неделя, однако участники рынка, даже несмотря на то, что запасы коммерческой нефти снизились на максимальную величину с начала 2017 года, все равно большую ставку сделали на рост недельного объема добычи. Эта статистика оказалась более интересной. Ситуация может повториться и сейчас. Поэтому на локальные факторы, друзья, может быть, кому-то хочется это сделать, кто-то верит в то, что ботировки нефти идут вверх и будут, собственно, котироваться выше 60. Это, конечно же, ваш выбор, собственно, как торговать нефтью. Но я все-таки считаю то, что нужно считаться с большим количеством той поддержки, которая сейчас есть в пользу коротких позиций. И не просто так. Мы снижались в рамках практически всей недели. Жаль, что не добрались до планки 50, но будем ждать тогда. По рынку нефти и по многим другим активам мы это и умеем делать. Российская валюта, к сожалению, тоже не смогла оказаться выше 60, потому что поддержка для рубля пришла со стороны растущей нефти. Между прочим, сейчас по версии многих аналитиков, опять же, российских банков, которые следят за тем, что происходит с рублем, для рубля наступают очень непростые времена, особенно вот этот предстоящий осенний сезон. Эти непростые времена, связанные с постепенной нормализацией денежно-кредитной политикой, пусть в рамках Европейского центрального банка, это еще не факт. Это нерешенный вопрос, и я сомневаюсь, что ЕЦБ будет ужесточать монетарную политику. Однако вот американские регуляторы, федеральная резервная система, как вы помните, если и может повременеть с решением о росте процентных ставок, то, по крайней мере, касательно идеи сокращения баланса, здесь все уже и ясно. И вот трейдеры могут начать закладываться под нормализацию денежно-кредитной политики, это приведет к фиксации многих долгосрочных сделок на рынке долга и спровоцирует определенный даже кризис ликвидности в рамках всей мировой финансовой системы. Для российской валюты это потенциальный негативный фактор. Но это, скажем, тот фон, который идет второй или даже третий волны. У нас есть основной аргумент, и основная первая причина поведения и движения российской валюты – это нефть. Вот как раз то, что будет с нефтянкой, будет копироваться, изменится и в курсе рубля. По нефти мы определились, по рублю я думаю, что мы можем на осенний период закладывать цели движения пары доллар-рубль выше 62. Доллар японская иена. В пятницу мы видели снова агрессивные распродажи доллара, повышенный спрос на защитные инструменты, на золото, которое коснулось максимального уровня, которого мы не видели, по-моему, даже еще до ноября президентской гонки, пошлого ноября. 1300 долларов за тротскую инсулу, но, правда, после того, как состоялся этот прокол, котировки очень быстро вернулись вниз. Рост золота – это еще одна причина, еще, скажем, одна тенденция, ценовая динамика указывающая на то, что трейдеры делают большую ставку на валюты и убежища, на защитные инструменты франк, собственное укрепление тоже это свидетельствует об этом. Американские трежерис в пятницу достигли показателя подоходности в 2.18. Тоже крайне очень, скажем, ничтожный показатель для американского рынка казначейских облигаций. При таких уровнях мы, к сожалению, не сможем увидеть растущего доллара, пока не стабилизируется ситуация на рынке американского доллара. А теперь, что касается причин. Ну, если у нас такой повсеместный уход трейдеров в защиту, то, конечно же, мы всегда можем объяснить, с чем это связано. Достаточно посмотреть на основные заголовки всех средств массовой информации. И в качестве таковых всегда мне крайне болезненно делать на этот акцент, потому что это больная тема, собственно, агрессия террористическая, собственно, которая привела и к человеческим жертвам снова. Европа по-прежнему в центре вот этого скандала террористического. И, к сожалению, до тех пор, пока ситуацию не удастся взять в контроль, до тех пор, пока она не стабилизируется, очень крупные инвесторы, институциональные капиталы будут больше привержены к тому, чтобы отсиживаться в защитных инструментах. Помимо, собственно, террористической активности, поддержки защитных инструментов, на прошлой неделе оказали очередные кадровые перестановки администрации Трампа. Собственно, сам Трамп расформировал Конституционный совет по инфраструктуре, еще несколько советов бизнес-лидеров, которые, между прочим, в том числе и занимались программой подготовки для того, чтобы она все-таки прошла с республиканцев к налоговым реформам. Это тут же поставило еще больше холд, если можно так сказать, реформы Трампа. Такое ощущение, что Трамп, собственно, ручно делает все возможное, чтобы отложить процессы реформирования экономики. И еще больше озвобить тех, кто поставил на него, когда, собственно, голосовали, надеждей на то, что Трамп через эти реформы будет способствовать удвоению показателей экономического роста. До этого у нас центральной темой была эскалация напряженности в отношениях Штатов и Северной Кореи. Ну и еще одним курс-мажором, уж не знаю, можно ли так назвать, но для кого-то считается, что так. Особенно для тех, кто верил в доллар, и после публикации протоколов перестали в него верить. Хотя протоколы, на самом деле, не такие уж и мягкие, поскольку не было данных четких сигналов, что произойдет с процентной ставкой. Ну, то есть, если не было данных четких сигналов, значит, нет уверенности в том, что ее не повысят. Я думаю, что вы со мной согласитесь. А вот что касается, точнее, сокращения баланса, очередные сигналы того, что это может начаться в сентябре. Протоколы показали то, что в ходе прошедшего голосования в прошлом месяце действительно мнение представителей ОПРС раскололось, разделилось на два лагеря. Те, кто считает, что из-за низкой инфляции рано повышать процентную ставку. Другие же считают то, что инфляция это настолько влатильный показатель, что при определенной положительной конъюнктуре очень быстро может нарастить темпы увеличения и создать устойчивые инфляционные ожидания по росту. И здесь аргументация американский фондовый рынок, даже несмотря на снижение последних торговых сессий, в принципе, согласен, остается на исторических максимумах, невзирая ни на что. Стоит только прибавить еще 30-40 пунктов, и мы снова будем в одном шаге того, чтобы переписать еще один раз исторический максимум. Ну и еще больше акцент делается на прогрессию на рынке труда, потому что количество трудовых ресурсов сокращается, заработные платы растут, и это предвосхищающий индикатор, по крайней мере, роста базового показателя инфляции, которая не учитывает цены на энергоносители. Как вы помните, я озвучил уже свою точку зрения по поводу того, какой лагерь для представителей ФРС сильнее. Я считаю то, что не нужно действительно игнорировать те предпосылки, которые есть для роста инфляции. И сейчас достаточно рынку все-таки убедиться в том, что с инфляцией не все так плохо, как могло показаться в последние месяцы, когда мы анализировали данные по индексу потребительских цен, как ситуация по американской валюте резко изменится. Ну и также участникам рынка, которые сейчас разуверились в долларе, не стоит забывать о том, что доллар, собственно, как и многие трейдеры, которые торгуют этим инструментом, оказался заложником геополитики, тех факторов, на которые он повлиять не может. Это зачастую даже внешнее проявление рисков, угроз для стабильности этого актива, потому что доллар не может конкурировать с защитными инструментами, которые каждый раз выигрывают по факту эскалации геополитической напряженности и роста политической нестабильности. Но рано или поздно этот фонд должен сойти на нет. Мы уже находимся, на мой взгляд, на крайне низких значениях для доллара, если даже смотреть на пару долларов японской иены. Видели мы уровни 108.59, сейчас отбили 109.26 и на азиатской сессии понемногу растем. В частности, чтобы еще раз доказать вам то, что рынок готов использовать любой малейший позитив, который появляется даже в плане статистики. Мичиганский индекс, который вышел в пятницу, если вы проследите именно реакцию трейдеров на отчет с той тенденцией, которая сложилась в рамках дня, вы помните, доллар японская иена активно снижалась, но как только вышла хоть какая-то малейшая поддержка, которая позволила немного, скажем, на второй план убрать все вот эти риски политической нестабильности, трейдеры использовали статистику, чтобы укрепить, опять же, доллар, и американская валюта с минимальных уровней восстановилась в порядка на фигуре. Мичиганский индекс очень хороший, рост 93,4 до 97,6. Друзья, я думаю то, что мы можем сейчас смело ставить на симпозиум Джексон Холли, мы можем смело ставить на то, что конкретики по сокращению баланса будет больше, чем даже во время последнего заседания американского регулятора, но и, разумеется, мы можем и дальше ориентироваться на макроэкономические отчеты, которые, каждый из которых может стать дополнительным сигналом будущего роста экономики. Европейская валюта, ну, в целом, мы уже сказали то, что здесь все будет зависеть от того, что скажет дорогие, поэтому здесь нужно собраться, определиться с тем, готовы ли вы рискнуть или нет, и уже точно поставить для себя качественного ориентира, либо потенциального расклада того, что может случиться в пятницу. Но я считаю то, что вероятность ослабления главного валютного риска гораздо выше, потому что считаю то, что Драги, несмотря на ходящие слухи о том, что не будет говорить про монетарную политику, будет он говорить про монетарную политику, как ни крути, и уж точно на ходе тех ожиданий, которые присутствуют, должен хотя бы намекнуть на то, что произойдет с программой количественного смещения, или хотя бы думал Европейский Центральный Банк, чтобы, собственно, свернуть ее до конца этого года, пусть и частично. Вы знаете мою позицию, знаете то, что я остаюсь продавцом по главному валютному риску, еще и на основании тех, опять же, отчетов по торговому балансу, промышленному сектору и взываниях просто о помощи европейских фондовиков, которые очень сильно страдают из-за просадки показателей экспорта. В частности, посмотрите на то, что происходит с DAX, который болезнью всего переживает текущий крайне высокий курс обмена евро против основного оппонента доллара. Фунт против американца. В четверг у нас данные по ВВП. Этот отчет будет иметь значение для британца, но последняя динамика прошлой недели, даже двух, ясно показала то, что фунт при наличии каких-то дополнительных новостей по ситуации с Brexit готов даже игнорировать то, что происходит с долларом. Я думаю, что ситуация не изменится сейчас, тем более, что у нас буквально через несколько дней, можно так сказать, очередной раунд переговоров по этому злополучному для многих вопросу распада и разводного процесса еврогруппы и Англии будем искать ответов для нашей короткие оппозиции в них, но забегая вперед, думаю, что очередной трудности не миновать, поэтому мы находим сейчас ниже поддержки 1.29, наша с вами ближайшая цель как минимум 1.27. Золото в начале брифинга уже отметил, 1300 долларов за тройку унсу мы с вами уже видели, как причина спроса на безопасные активы. Соответственно, в случае улучшения фона в целом, в случае возобновления роста доллара, ответы уже будут даны до конца этой недели, ну или по крайней мере, если уж так совпадет, то что основная риторика будет озвучена в неторговую субботу, потому что в субботу третий день от встречи в Джексон Холле, тогда нам придется отыгрывать уже со следующей недели новостной фон. Но я думаю, что все-таки не стоит так всецело полагаться на ту позицию, которую озвучивают все сейчас на рынке, о том, что ФРС и не будет повышать процентные ставки, и ФРС будет тянуть резину по поводу любого проявления более жесткой монетарной политики на фоне низкой инфляции. На мой взгляд, сейчас уж тем более в текущих значениях оставить на дальнейшую слабость доллара, это слишком просто. Не хочу, чтобы вы попали вот в ловушку вот этих избыточных ожиданий того, что медвежий ралли еще не завершилось по этому активу. Доллар канадец в пятницу тоже был в центре внимания, потому что в пятницу фундаментальный фон сложился таким образом, что канадская валюта выиграла с трех сторон, это от роста котировок нефти, от слабости доллара и еще от статистики, поскольку в пятницу вышли данные по инфляции в месячном выражении. Хоть и нулевая отметка, но все равно контраст с прошлым релизом, когда просили на минус на целых 0,1% в годовом выражении рос с 1 до 1,2. Между прочим, инфляция ускорилась впервые за последних 6 месяцев, и вспоминая опять же позицию Банка Канады относительно процентных ставок, снова появились разговоры о том, что до конца этого года Банк Канады может снова поднять процентную ставку, собственно, как он сделал это в июле на 25 базисных пунктов. Я призывался не торговать канадцам, поскольку это было очень рискованно. Пока у нас нет ясности, что все-таки локально будет происходить с нефтью, мы никак не можем пробить поддержку 50 долларов за парель, чтобы оправдать импульсом дальнейшего ослабления, почему Канаде должен оставаться под давлением. Ну и также у нас нет еще сигнала по росту доллара, поэтому в отношении пары доллар-канадец я, как и раньше, рекомендую вам пока держаться в стороне. Американский фондовый рынок скорректировался на фоне, опять же, и отставки старшего советника по статистическим вопросам Стэна Конана. В Соединенных Штатах Америки это было, в принципе, отчасти продиктованное решение Трампа. Еще и распуск консультационных советов, не знаю, к чему это придет в ближайшее время, я думаю, что не знает этого никто. Но первоначальная реакция, это, конечно же, распродажа, потому что трейдеры, которые раньше верили в то, что ситуация более-менее стабилизировалась, особенно после, помните, тоже перестановок в Белом доме, которые имели место быть две недели назад, и многие начали готовиться уже к долгожданным налоговой реформе. Но, судя по всему, не все так просто, и не так нам и быстро удастся, собственно, наблюдать ее реализацию. Пока приходится ждать. Как и раньше, в отношении американского фондового рынка тоже особенно не торопимся, сейчас он крайне уязвим, и пятница показала, насколько, собственно, американская фонда болезненно реагирует на любые факторы задержки с претворением жизни вот этих самых реформ. Сегодня из важных событий нету, собственно, ничего. Готовимся к встрече в Джексон Холле, следим за дальнейшим фундаментом, не перегибаем палку, а с рисками. Ну и, наконец-таки, ждем все-таки поддержки для доллара. Собственно, все, как и всегда, друзья. На этом все на сегодня. Также не забывайте, что в 16.30 состоится вебинар в правильный понедельник. Еще раз разберем основные события прошлой недели. Приглашаю вас всех, кто хочет обсудить какой-то вопрос, подискутировать, ну и помочь мне, в том числе, определиться с дальнейшими ценовыми ориентирами тех активов, которые мы с вами разбираем. На этом все. Всего доброго. До свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok